Офигеть, я за что-то якорем зацепился. Да не может быть, чтобы я еще якорь этот потерял. Глебус будет надо мной потешаться. Не, ну это просто пипец какой-то. Вы чувствуете запах весны? Я вот ни хрена не чувствую. Не знаю, может снег уже жрать начать, чтобы она быстрее пришла. Но на самом деле, блин, тут вообще жесть. Ёр-палы. Офигеть. Короче, решил приблизить наступление весны для себя и для вас всех. Сейчас буду сплавляться по маленькой речке на каяке. Ни разу не делал этого, ни разу не плавал на каяке. Одно весло. Надеюсь, у меня это получится. Тут, правда, течка временами есть достаточно быстрая. Вот как вернуться. Сплавиться-то я сплавлюсь, а вот как вернуться непонятно. Ладно, пойду собирать. Если вообще дойду, блин. Посмотрите, это реальная жесть. То есть, блин, сверху наст как бы твердый, но когда наступаешь, проваливаешься, так это здесь еще... Это здесь еще не так сильно, а там вообще по колено. Офигеть. У нас тут и морозы были, и снег после той рыбалки. Тут вообще жесть, конечно. Сто лет уже не качал лягушкой. Ну, благо, полоны не слишком большие, надолго это не затянется, я надеюсь. Так, давайте расскажу, как я вообще тут разместился. Для меня это первый раз сегодня. Смотрите. Сюда вот здесь такие карманы на этом каяке есть. Я потом про него отдельное видео снижу, сниму с распаковкой. Сейчас просто заморачиваться не хотелось. Короче, есть такие кармашки. Туда можно что-нибудь сложить, чтобы брызги не летели. Сюда, соответственно, положил сзади рюкзак, ну и два стакана под спиннинги. В принципе, считаю оптимально. Хотя я вот уже сейчас думаю, что сидение надо было подвинуть немножко назад, и тогда было бы мне больше простор. Ну ладно, это первый раз, это нормальные все ошибки. Так, что еще? Здесь я разместился, вот мои приманочки лежат. И вот сюда я поместил, тут у меня камеры, тут у меня пару термосов. Ну, в общем, такое, чтобы не пропасть в этом. Потому что я не знаю, даже вернусь я или нет, течение, ну, среднее такое, относительно. Меликов много. Я на этой реке сколько раз ловлю уже, ну, в смысле, пешком. Ни разу еще не был на лодке. Вот сейчас попробую вообще. Эхолот с собой взял, посмотрю, что здесь за глубина, потому что интересно, там ямы какие-то, что вообще там такое. То, на чем я вообще ловил раньше, просто джигом посмотреть теперь с помощью эхолота. Ну что, вроде все. Осталось только научиться грести по странному, непонятному и вперед. Я сейчас, наверное, сразу поплыву, в принципе, туда дальше, там, где завалы, под коряги покидать. Ну, именно там буду искать щуку, здесь не буду сейчас время терять. Ну, знаете, не так это уж и, как сказать, сложно, вроде как. Напомню, что делаю это я первый раз. Блин, достаточно удобно даже. Видимо, не зря это придумали. Единственное, что волнует, конечно, как потом все-таки плыть, потому что вижу, что течение крутит. Это я чувствую. Два часа рыбалки, два часа плыть обратно. Ага. Не знаю, видно вам тут или нет. Вот этой вот ямки я здесь, конечно, не чувствовал, когда джигом. И вот здесь, как бы, такие перепады. Ну да, течение сильное, поэтому особое здесь. И показывает наличие какой-то рыбы. Не знаю, сейчас попробую встать вот там вот выше и покидать как раз вот куда-то сюда. На снос по течению. Сейчас как раз и проверю, как тут по течению плыть на этой штуке. Спиннинг-1 пришлось убрать, потому что там он чуть не залетел в деревья. Как-то я так пока не привык же еще. Офигеть. Да, чувствую, обратно придется по снегу возвращаться. А вообще, кто плавает на каяках, как они проходят, вот эти пороги все. Я понимаю, что это больше специализированные, как бы, для рыбалки, но все же. Единственное, как заикариться сейчас. Елы-палы. Так, ловлю я начну с Керли Граб. Попробую на нее, что отзовется. Ну и в течение рыбалки буду, естественно, менять приманки. Так, теперь осталось я, как всегда, дома не успел подготовиться. Сейчас буду оснащать все это дело на водоеме. В принципе, наверное, вот это вот подойдет. Нет, это слишком большой. 1.0 подойдет. Спользовать буду крючки Ханзо, корейские. Вроде как, ничего такие по качеству. Довинники мне очень понравились. Сейчас пробовать буду офсеты. Ну, я их уже пробовал нормальные, но сейчас буду продолжать. На самом деле, не получилось у меня здесь заикариться, как я хотел. Я хотел где-то здесь встать, туда кидать, вот этот берег обкидывать. Но меня снесло тут. Ну, ладно. Первый раз, как бы, ничего страшного. Я думаю, блин, вы меня понимаете. Первый выезд на лодке, вообще куча эмоций, куча всего. Все нормально. Сейчас, к тому же, планирую поплыть именно вот, ну, не знаю. Там еще порядка двух километров мне плыть. Насколько мне мочи хватит, скажем так, чтобы вернуться обратно. Надо же еще этот момент тоже контролировать. Ладно, это все лирика. Давайте сейчас немножко про Снасти. Сегодня у меня новая удочка, это Spartex. Его обзора у меня еще не было, но будет обязательно. То есть, это вот часть большой распаковки. Тут сейчас появится на большую распаковку подсказка. Spartex Carat Special. И это, как бы, универсальная у них серия, которая, в общем-то, ну, по крайней мере, на потрях. Вообще, она прям чувствуется, что будет достаточно дальнобойной и потянет воблеры. По крайней мере, это мне вот показалось. Сейчас буду пробовать и сейчас, ну, и в будущем сезоне. Это удочка, сколько здесь? 2,10 и 3,16. Ну, я думаю, что до 18-20 грамм она, в общем-то, потянет. Вот 12 грамм висит, да. Катушка DiveA Mission CS. Ее обзор у меня есть. Шнур намотан Climax MIG-8 Touch. Это мягенькая серия шнуров Climax. У меня, кстати, обзор шнуры Climax будет совершенно классный. Я ими тот сезон весь проловил. Вообще, отлично. Ладно, начинаю ловлю. Ну, вот шнур единственное, здесь сейчас у меня немножко оттолстоват стоит. Я-то под воблеры его ставил еще в тот раз. Я не перематывал сезона. И получается, что у меня, блин, 12 грамм, мне кажется, будет маловато. Ну, вот там еще нормально. А вот сейчас я чувствую, буду подводить вот здесь вот к течению. Будет, да. Надо ставить больше. Так, меняю приманку. Сейчас поставлю, у меня здесь уже снаряженный есть, или был, на 16-граммовой голове вот этот вот твистер DDT от Relax. Сейчас попробую его в деле. Потому что здесь явно нужен больший вес. Мне кажется, более активная игра. Ну, что твистер вот этот, двухвостый, нравится все больше и больше. На него как-то рыба отзывается, прям интересно. Смотрите, какое наблюдение. Я вообще, наверное, в будущем решил, что буду делать свои видео все-таки ориентированным и на новичков. Как-то я до этого больше ориентировался на тех, кто уже в спиннинге, ну, что-то понимает. Но буду, в общем, в каждом видео стараться досконально все рассказывать. В общем, сейчас получается так, что и 16 грамм здесь мало. Можно дальше утяжеляться, но это, я не знаю, сколько нужно поставить. 25-30 там. Ну, смысл в том, что я изначально вот для ловли здесь нужен другой шнур. Здесь шнур стоит достаточно толстый, где-то полторашка примерно. 1,2, вот так вот. Поэтому, блин, оно получается, что все-таки течением его сильно задувает. И, да, здесь нужен тоньше шнур. Почему я сюда поставил такой шнур? Дальше будут коряги, дальше надо будет кидать под коряги. Там форсированное вываживание, там нужен такой шнур. Плюс сохранность воблеров и так далее. А это здесь как бы частный случай. В результате, ну, как бы надо было бы иметь два спиннинга. Ну, или сейчас повесить сюда 30 грамм. Не знаю, будет от этого толку или нет. Я вешать не буду, я поплыву сейчас дальше. Блин, что-то якоря не решился. Я опять из-за карабина. Вот, я не знаю, как так получилось, блин. Хорошо, что заметил. Не знаю, любое движение оно выскочило. Сплавляюсь дальше. Ну, и попутно смотрю эхолотом, что здесь вообще такое есть на дне. Какие глубины. Потому что, как уже сказал, здесь еще с эхолотом ни разу не плавало. Интересно. Обзор у меня этого эхолота есть. Это Dipper Pro Plus. У меня есть общий мой обзор эхолотов. И там, соответственно, обзор этого эхолота тоже есть. Наверное, сейчас где-то выскочит подсказка. Ну, или вообще она есть. Сейчас я немножко вот так вот сплавлюсь. И потом... О, да вот здесь место хорошее. В принципе, здесь вот и начну облавливать. А потом поднимусь вверх. А сейчас просто как бы вот пробиваю глубины, чтобы примерно хоть представлять, что здесь творится. Так, я решил попробовать здесь половить кренками. Сейчас вот ранняя весна, и щука иногда очень неплохо на них реагирует. Единственное, что с кем взять заглублением. Почему хорошо реагирует щука весной на кренки? Потому что весной прогреваются верхние слои воды. И, в общем-то, щука вся часто стоит ближе к поверхности. Поэтому часто реагирует на кренки. И, кстати, это то же самое касается окуня. Понятное дело, что такое не всегда, не везде, но тем не менее. Раскрываю карты. Настало время поделиться отличной новостью. Точнее, двумя. Мне вернулась крышка на катушку, которая мне, в общем-то, понравилась. На Revo MGX, которую я утопил. Про нее я подробнее расскажу на своем канале. Как она вернулась, что там случилось. В общем, вся информация будет там. Достаточно такая история. Я и в Америку там писал. Ну, ладно, в общем, все там. Но еще у меня появилась вот такая вот новая палочка. Это кастинговая палка. Называется Bastard от Джексона. В общем-то, я ловил уже двумя Bastardами. До 14, кажется. И до 42. Но этот Bastard отличается вообще в корне от всех тех спиннингов. И от тех спиннингов, которые у меня есть. Потому что MG. Это MG. Это значит, что здесь добавлен глаз. То есть, здесь карбон срощен со стекловолокном. И, в общем, он достаточно такой, как бы, получился и живой. Интересно. Это сейчас новый тренд в Японии. Именно вот такие гибридные спиннинги. Решил попробовать его. Ну, и буду делиться впечатлениями. Еще ни разу не кидал. Он больше предназначен для твича чего-то такого. Ой, для кренков. Для каких-то таких проводок достаточно мягких. Но, я думаю, учитывая то, что я люблю твич разными такими мягкими палками, мне он понравится. Здесь это до 18 грамм эта штука. Сейчас поставил Zip Baits. Забыл, как он называется. Что тут написано-то, нет? B-switcher 2.0. Классный воблер. Классный кренг. И сейчас буду пробовать им облавливать. Так, еще катушку я тут настроил, не настроил. Так, шнур у меня здесь. О, про шнур еще скажу. На мультипликаторы часто... О, еще что. Про шнур скажу. На мультипликаторы часто не обязательно наматывать какие-то восьмижилки и дорогие шнуры. Не знаю, это просто нецелесообразно. Они отлично перевайдруют практически все шнуры. Вот здесь у меня сейчас намотан шнур от Ханза. Бюджетный шнур, четырехжилка. Да я, в общем, думаю, тем, кто мои видео смотрит, они знают, что я часто на мультипликаторы бюджетные шнуры мотаю. И, в общем-то, не испытываю никаких проблем. В принципе, Ханза этот я уже проверил на двух рыбалках. Тоже нормальный четырехжильный шнур. Как бы... Теперь переселил его на мультипликатор. Ну что, первый заброс, самый волнительный. О, ну и сразу это. Уже отвыкли. Ох, здесь, конечно, течение, а. Блин, я прям уже вообще руки отвыкли. А не. Сейчас попробую этой палочкой воблеры потвичить, конечно же. В принципе, я думаю, она потянет. Вообще интересный строй, прям необычный-необычный. Так, пробиваю эти же самые места джигом и отправляюсь дальше. Поставил бас. Кажется, называется от Релакс. Ускотелая такая приманка. Здесь по течению самое оно будет. Чтобы не создавать сопротивление. Субтитры добавил DimaTorzok Так, у меня зацеп. Я что-то какой-то глухой. Причем кренком как-то. Кренки обычно не так часто цепляются. Походу или коряга, или еще что-то. Не знаю, удастся ли отцепить. Нет. Блин, надеюсь, выдержит, а. Руку режет. Ну что, как вы думаете, удастся отцепить или нет? Руки мерзнут, конечно, это просто жесть. Мне кажется, удастся. Должно получить. Ощущение, что груз соскочил с этого. Ну, не соскочил. Просто не цепляет. Кажется, спас. Причем, дернул уже шнуром. Думаю, да иди ты нахер. И это, и все. Так что нормально. Это что, старая? Да, старая сеть, короче. Блин. А потом вы спрашиваете, что я режу сети. Да, вот поэтому и режу. Ну, шнурок не подвел. А вот отцеп на течении ни хера не сработал. Блин. Полчаса, наверное, я возился здесь. Руки замерзли, не слушаются. Ладно, надо жрать. Все. Ну и скруточки тоже самодельные не подвели. Плыву потихоньку дальше. Сейчас место еще где пристать. Если тут вообще где-то можно пристать. И буду уже облавливать дальше. Ну, а на самом деле, тут трудно плыть. Тут хочется все обкидывать. Вот сейчас вот тоже отличное место коряги. Я специально себе заказал усиленное дно здесь. Ну, для таких вот случаев. Ну, хотя тут все равно надо выходить уже. Хорошо, что есть якорь, который достаточно мощный и позволяет... Ни сегасе тут. Так, ладно. Надо перекусить и дальше. Сегодня какая-то не рыбалка нафиг, а преодоление всего и вся. Ну и весна в этом году, я вам скажу. Да, и вы сами это знаете. У меня их вообще... Жидкой воды нету до сих пор никакой. Ну, вроде как... О, насыпалась по этой херни. Ну, вроде как все тает. Надеюсь, что все-таки... Так, блин, руки мерзнут, не могу. Сегодня без всяких шоколадок, вон, смотрите. Гречечка, котлеточка. Так что, я цель себе поставил и стараюсь держать. В смысле, цель на похудение. Надо сбросить 10 килограмм. Поэтому минимум сладкого, максимум полезного. А задний ход у него есть. Есть, оказывается. Единственное, что сейчас не хватает, это как-то придумать, чтобы сплавом сплавляться и облавливать. Потому что каждый раз вот эта якорица меня уже подзапаривает. Смотрю по эхолоту, конечно, глубины здесь приличные. Честно говоря, не ожидал. Как с берега ловил, думал меньше. Ну, то, что рыбу сейчас он показывает, скорее всего, пузырьки воздуха, где водоросли. Это не имеет значения. Да и... Для спиннингиста больше имеет значение вот такие вот коряги. Под них кидать вот туда, туда. Вот это вот да. А на рыбу, почему я, допустим, редко ориентируюсь на эхолоте? Нет, ну, когда какие-то стаи над ямами стоят, то да. Но сейчас это не играет никакой роли. Надо откидывать коряги. Поставил релакс Ахай вот в таком вот замечательном свете. И реально, блин. Вообще, он немножко еще покрасился, лежит с другими приманками. Но вообще цвет бомбовый. В общем, буду сейчас облавливать тем же самым способом все кустики и так далее. Руки мерзнут просто жесть. Ну, ничего, прорвемся. Всего лишь одна поклевка. Сейчас изменит сразу. Все согреешься. Начнется адреналин. Всего одна поклевка. Поставил 10 грамм. Тут получается достаточно много. Перчатки все намокли. Это моя вечная проблема мерзнущие руки. Офигеть! Я за что-то якорем зацепился. Даже не могу понять. За корягу меня что ли замыло. Вот дела. Хотя якорь не разложенный был. Что-то сегодня у меня вообще... Ну что, надо попробовать выгрести. Вместе с якорем. Держит, а? Твою мать! Да, наверное, под корягу я попал куда-то. Да не может быть, чтобы я еще якорь этот потерял. Голебус будет надо мной потешаться. Голда, что ж можно цепиться так сильно. Твою мать! Не, ну это просто пипец какой-то. Я не знаю, нет слов. Что делать, непонятно. Я не могу якорь потерять. До мной все будут смеяться. И человек, который их делает... Ой, что же делать-то, а? Как он мог туда залететь? Я не представляю. Мне кажется, отцепился. Причем как-то вообще непонятно как. В ощущении, что я не зацеплялся. Вот дела. Надо сюда будет с поплавком обязательно. Прийти, приехать. Посмотреть, что здесь еще ловится. Ни разу не ловил на течении с поплавком. На прудах сколько угодно, а на течении нет. Симпатично. Тут все симпатичное, надо облавливать. Надеюсь, больше не зацеплюсь. Было... Твою мать, это просто фейл за фейлом, елы-палы. Ну как так? Ну что за фигня? Оффсет вылез, я не заметил, видимо. Блин. Ну ладно, это я уже не поплыву, конечно, отцепляться. Хотя меня, может, самого сейчас сдвинет. Плетенка тоже здесь толстая, хорошая. Нахер. Все. Поставил 16 грамм, сейчас буду пробовать облавливать. Но тут еще такой момент, что это же здесь 4 метра, а вот там-то возможно метр. Как бы и хочется и то, и то облавить. Потому что весной часто рыба стоит не под корягами. Понятное дело, что какая-то щука все время местная стоит вот в корягах там и так далее. Но, тем не менее, на бровках, вот, на глубине тоже рыба стоит. И куда крупнее размера. И вот всегда как бы думаешь, а что же делать? А нет, и там достаточно глубоко. И что-то типа ямы выходит. Взял с собой ратлины. Блин, ну что-то... Сыкотно ловить, честно скажу. Сыкотно. Хотя специально купил там каких-то китайских. Но я потом про них расскажу. Но все равно как-то мне не особо. Что-то из колеи и так меня немножко это все выбивает. Сначала не хотел твичить, но потом решил, что все-таки буду. Здесь вроде как более-менее чисто. Поставил сотый реалист джеркбейт. 14,5 грамм. Да и удочку интересно попробовать. Правда, течение, конечно. Как это все будет. Не, ну вообще она вот на потрях. Она казалась более мягкой. А вот при работе... Ну, казалось, что не такая уж и мягкая. Да. Ну, посмотрите, как она с воблером работает. Не знаю, прямо шикарно. Мне очень нравится. Прямо гнется вся, вот как я люблю. Правда, тут, конечно, течение. Тут у воблера больше, скажем так, сопротивления, чем в стоячем водоеме. Но, блин, не знаю, мне уже нравится то, что я вижу. Блин, а как она будет на вываживании вообще, наверное, песня. И заброс тоже вообще класс. Значит, не зря японцы как бы начали ловить гибридными удочками со стеклом. Я сначала думал, что это все, ну как... Как бы это сказать-то помягче. Ну, маркетинг, да. Если говоря по-русски, то по-японски маркетинг. Ну, нет, вроде ничего. По крайней мере, вот первые впечатления. Мне очень нравится то, что я вижу. Рыба, наверное, меня сегодня не порадует. Потому что порадую я ее. Тем, что ее не поймаю. Блин, это вообще, наверное, странно все. Сидит мужик один в лодке, сам с собой разговаривает, смеется. Классное место, а? Как и 90% здесь. Смотрите, друзья. Ха-ха-ха-ха. А я сначала думал, это меня приглючило. То есть, причем, касание где-то было середины. Вел так что-то, бум, подкинуло. Я вроде дернул, но думаю, ну, мало ли, что посредине хер торчит какая-то. В общем, вот она. Это вот буквально перед тем, как я поднял якорь, я даже не посмотрел. Да. Один контакт был. Не знаю, правда, обнадеживает это или нет. Но сейчас что-то буду думать. Ну что, мой дозор сегодняшний окончен. И несмотря на все, я думаю, что рыбалка сегодня удалась и была вот такой вот. Судите сами. Чай на природе пил? Пил. На природе обедал? Обедал. Целый день по воде на лодке плавал? Плавал. Зачет жизни не пошло? Не пошло. Ну, а то, что рыба не клюнула. Ну, такая мелочь. Плюнет еще и не одна. До скорых встреч. Пока-пока.